Тихий старинный Сальвичегодск нынче у всех на устах журналистов, глав, министров, губернатора, потому что в квартирах некоторых жителей в учреждениях социальной сферы на время существенно похолодало. Глава Кутловского района Светлана Бральнина и ее подчиненные каждый день мониторят работу действующих котельных города, а местная администрация ежедневно следит за тепловым режимом. Только благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. И только поэтому температуру в домах и соцучреждениях даже тогда, когда на улице было минус 25, удалось поднять практически до нужного уровня. Я каждое утро проверяю, батареи горячие или теплые, но я не включала обогреватель в эту зиму ни разу, обходилась. Если я одета теплой, это не значит, что там в моей квартире единственное, что это квартира угловая, ветер чаще всего дует с реки. Если копнуть глубже, эта проблема возникла не сегодня. Еще в 2013 году администрация Котловского района заключила договор на теплоснабжение Сальвычегодска с частной компанией Котловстройинвест. Арендатор принял на себя обязательства. От ремонтов, услуг по производству и передаче тепловой энергии, до реализации инвестиционной программы и содержания арендуемого имущества в надлежащем техсостоянии. В 2013 году при поддержке администрации Котловского района предприятием ООО «Котловстройинвест» был реализован инвестиционный проект по строительству новой котельной в городе Сальвычегодске на отходах, древесных отходах и на торфе. Данная котельная была оборудована в здании склада Сальвычегодского ремонтно-механического завода. Это, пожалуй, был первый и единственный благой шаг. Дальше проблемы нарастали, как снежный ком. Жители города получили не только перетоп квартир до 35 градусов в теплую погоду и снижение температур в мороз, высокое давление, головные боли и огромные щита, но и едва ли не экологическую катастрофу. В администрации поселений и районов правительство области и Роспотребнадзор начали сыпаться коллективные жалобы на выхлопы. В обиход горожан прошлой зимой вошло выражение «черный снег». И это не преувеличение. Так грязно, копотно и черно в белоснежном православном Сальвычегодске, где полно памятников истории и культуры, не было еще никогда. Город в дыму весь был. То есть вот даже на подъезде к городу, подъезжая, можно увидеть, что вот дымка. То есть сквозь дома вот этот дым идет. Жители жаловались, собирали подписи. Неоднократно прежнему владельцу предлагалось получить разрешение на вод котельной, оформить нужные документы, установить нормальную систему очистки на котельной. Но требования администрации частник игнорировал. Дело дошло до суда. Согласно его решениям, компания «Котластройинвест» должна была устранить нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и привести в первоначальное состояние путем демонтажа котельной здания склада запчастей. Независимо от того, котельная работает на газу, на угле или на дровах, она обязана выполнять те нормы, которые в нашем законодательстве, природоохранном предусмотрены. Но вместо исполнения своих обязательств, общество с ограниченной ответственностью «Котластройинвест» в ходе своей деятельности, задолжавшей только бюджету Котлосского района более 8,5 миллионов рублей, видимо, напоследок решило оставить о себе долгую и недобрую память и подало в суд на банкротство. Причем сделало это весной, по сути, собрав деньги в прибыльный период и бросив район во время подготовки к очередному сезону. Знаю одно, что если бы Котлосстройинвест продолжал бы работать, если бы они сделали соответствующие документы на котельную, если бы они не привели свою компанию к банкротству и могли бы дальше работать, вот такой ситуации не получилось бы. Администрация Котлосского района, оказавшаяся, можно сказать, грубо подставленной при входе в отопительный сезон 2016 и в почти безвыходном положении экстренно стала искать теплоснабжающую организацию, готовую прийти на помощь и взять на себя отопление муниципального образования Сальвичегодская. Кроме того, экстренно ей пришлось проводить в надлежащее состояние муниципальное имущество, за которым предыдущий собственник, как выяснилось, не следил. В этой ситуации мы вынуждены были принимать, разрабатывать комплекс мероприятий, чтобы не сорвать начало отопительного периода в городе Сальвичегодске. Поэтому мы обратились за помощью правительству Архангельской области. Специалисты администрации подготовили соответствующую заявку на получение субсидий из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту центральной котельной, в которой мы сегодня находимся, для того, чтобы можно было осуществить начало этого отопительного периода именно здесь. Муниципальная заявка конкурсной комиссии Архангельской области была одобрена, лимит средств выделен. Но даже в этом случае найти новую теплоснабжающую организацию было сложно. Кому только не обращалась администрация района. В областные энергетические компании, в городские предприятия, но ни одна из них, понимая реальное положение дел, не соглашалась. Только путем длительных уговоров в августе был заключен договор с организацией из Вологодской области «Теплоэнергосервис», которая в сжатые сроки вынуждена была подготовить котельную к эксплуатации зимой. За счет «Теплоэнергосервиса» были установлены два котла. Механизм золошлака удаления, смонтирована насосная группа и смонтирована автоматика для подачи топлива. Плюсом ко всему, некачественным оказалась и большая часть угля, которая поступила из республики Коми. Все это и сказалось на снижении температурного режима в пяти домах и соцучреждениях города Сальвичегодска. Кроме того, новый котел, который уже был к этому моменту заказан, оказался бракованным. Пришел, котел привезли, смонтировали за три дня, а он не пошел сначала. Исправлением брака круглосуточно занимались три бригады с Красавина, Кирова и Коряжмы. Времени. Вот чего не хватило администрации района и новому ориентатору котельной. Неожиданно резко ударили холода. Но власти района не стали скрывать или замалчивать проблему. Из Архангельска в Сальвичегодск были доставлены отопительные приборы для школы, садика, детского дома и нуждающегося населения. С углем помогли филиал группы «ЭЛИМ» и шпицинский агропромышленный техникум. Теперь запасы качественного топлива в городе есть. И сегодня температуру в домах удалось поднять, но не везде. По-прежнему холодно осталось только в тех квартирах, где опрессовка систем управляющей компании не была проведена. У нас температура стабильная. У нас 20-25 градусов. Все время. Ситуация в муниципальном образовании Сальвичегодская находится под личным контролем главы района Светланы Брониной. Для меня, как главы района, принципиально, чтобы было налажено теплоснабжение, а какая организация будет заниматься им, мне, в принципе, все равно. В крайнем случае, говорит Светлана Бронина, если проблемы с теплоснабжением города продолжатся, она вынуждена будет расторгнуть договор с новым арендатором – компания «Теплоэнергосервис» и передать в выполнение услуг по теплоснабжению областной энергетической компании. Предварительная договоренность об этом с министром ТК ЖКХ достигнута.